всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня видео как всегда праздника значит тематическое видео ну такой небольшой рисунок на тему того или иного праздника или начала времени какого-то года ну как всегда решила этот праздник тоже не делать исключением тем более что он нравится многим нравится наш русский народный праздник скажем так масленица поэтому естественно хочу пораскрашивать в такой светлый вкусный интересный праздник я решила раскрасить небольшую картинку нашла ее здесь в волшебной раскраски хоббитека большой город нашла иллюстрацию я не знаю уж насколько она соответствует ну мне кажется что это как раз вот именно гуляния масленичные могу конечно ошибаться но мне кажется что это масленичные гуляния как раз таки я уже начала раскрашивать раскрашиваю кариокой она не протекает все в порядке ну и что собственно облегчает раскрашивание обожаю этот праздник но я думаю мало людей которые так чтобы откровенно не любили масленицу таких наверное трудно найти людей есть конечно кому-то нравится кому-то нет но в целом я думаю что все любят этот праздник ну во первых потому что провожаем зиму встречаем весну и второй повод любить масленицу но я думаю если уж не все без исключения то многие очень любят блины особенно детки обожают блинчики блины кружевные блины да в общем разные блины я не исключение мама нам их постоянно делала когда мы были с братом маленькие сын у меня очень любит и мы тоже делали блины внучки теперь тоже очень любят блины и мы тоже стараемся делать и родители и мы с дедом и свашка со сватом все делают блинчики вот ну и тем более уж в праздник я так понимаю сегодняшнего дня начинается это масленица будет она длиться всю неделю до 7 числа но с 8 нет до 6 а с 7 начнется великий пост ну поэтому объедаемся наедаемся перед постом очень многие держат пост я не то чтобы я не стараешься бывает держать пост но тяжеловато в наше время очень тяжело держать во первых дорого но на севере это очень дорого потому что фрукты овощи это отдельная тема для севера это очень дорого здесь ничего не растет как все знают все привозное прямо без исключения да и очень дорого уж в других городах это дорого здесь тем более и конечно каждый день и накупишься пост у нас длится если не ошибаюсь по моему 56 дней могу ошибаться ну вот в этом районе да ну если округлить грубо говоря 60 дней сейчас не дотянусь до компьютера сколько он длится могу ошибаться вот но я знаю что очень долго длится масленица не масленица прошу прощения у нас 28 по 6 масленица и потом уже с 7 начнется великий пост который завершится пасхой как раз мой день рождения будет еще и пасха поэтому да будет хороший повод масленица до шумный веселый праздник поэтому предлагаю вам тоже присоединиться может быть пораскрашивать что-то интересно так здесь вот тоже наверное вот это все как солнышко желтеньким тоже нужно шумный веселый праздник были времена популярными забавами масленичной недели были кулачные бои катания на санях лазине на столб за призом поедание блинов и на время сжигания чучела и купания в проруби ну и вот мне кажется что собственно говоря почему я и решила что это скорее всего иллюстрация как раз таки оттуда вот видите такой вот что-то вроде как найти такой ставит столб с призом какие-то украшают ленты банты всякие всевозможные цветные вот мне почему-то кажется что этот как раз таки оттуда могу конечно ошибаться но пусть будет это масленичными гуляниями у нас вот пускай будет так главным угощением масленица являются блины это так что у нас это связано может вспомнить бы все традиции как былка что было раньше это связано с верой славян в солнце то есть блин да что-то круглое желтое напоминает солнышко ну вот блинчик раньше конечно это пекли такие знаете что-то вроде лепешек и вот символизировало солнышко поэтому делали на пасху вот поэтому по и появилась собственно говоря традиция печь круглой лепешки напоминающие по форма небесное светило ну и со временем лепешки заменили на блины собственно говоря особо ничего не изменилось по вам даже вкуснее стало блинчики блинчики бывают как я уже говорила всевозможные разные кому как нравится 2 такие более пресные под что-то икра рыбка соленая еще что-то вот сыр мягкий с огурчком общем всевозможные начинки доделают с творогом могут делать помимо просто блинов делались еще и с начинками бывают очень сладкие для варенья сгущенки ну тоже всевозможные я люблю традиционные больше всего со сметаной но иногда находит такой момент когда хочется как детстве со сгущенкой мне очень нравится наша сгущенка коровка из кореновки и вот с удовольствием тоже иногда балуемся и сами и деток балуем блинов на масленицу нужно было печь побольше сколько блинчиков испечет хозяйка столько солнечных дней ждать наступившем году считалось главное не перестараться а то можно и переборщить а то можно считать ну как считалось что можно навлечь на себя засуху таким вот образом но я думаю сейчас в наше время уж так уж настолько много она вряд ли тот печет хотя бывает маму мне тоже достаточно много типа блинов согласно обычаям если первый блин у хозяйки получался из пропеченный румяна семья весь год она не будет знать болезни а если наоборот то придется бороться с недугами вот ну как я уже сказала блины подавали со всевозможными начинками с рыбой капустой медом конечно с маслом сметаной вот и самое главное девчонки в масленичную неделю вот всю масленицу считается что нельзя ругаться злиться и скверно словить вокруг должна царить атмосфера веселья дружелюбия и чтобы первый день масленица что привлечь удачу нельзя грустить так что девчонки не грустим сегодня всю неделю не ругаемся не ссоримся настраиваем себя на позитив хорошее настроение немножко так скомка на наверное рассказала да немножко волнуюсь плюс бывает найти тяжеловато сосредоточиться и красить и что-то говорить именно вот рассказывать что нужно рассказать именно правильно ну я думаю все поняли да самое главное что на масленицу принято прошу прощения принято много болтаем вот на масленицу принято жарить блины в первый же день очень много блинчиков жарить нужно так достаточно много угощать блинами обязательно нужно я знаю что есть еще определенные дни когда приходят к тещи на блины когда к невесткам приходит на блины наоборот потом до свекровь идет на блины еще и такие дни я знаю есть но это уже отдельно среди недели потом последний масленичный день когда как раз таки наверное если я правильно помню сжигают чучело вот зимой такие вот масштабные гуляни то есть и начало масленица интересная но вот самое наверное такое интересное всегда приходится уже на последний день как то тоже уже доедают так сказать длины сжигают чучело провожают зиму встречают весну но у нас в этом году получилось что масленичная неделя будет собственно говоря масленица начинается как раз в первый день вес последний день зимы и всю неделю собственно для уже весна ну вот поэтому да странные вот эти вот фломастеры ведь и с одной стороны приложила бумаги не рисует вокруг своей оси чуть развернула рисует немножко конечно не такие интересные страны я боялась все их реанимировать думала из почек потому что вот они знаете как будто какая-то не на акварель но не совсем в общем я не знаю с чего они но рисует он не как обычный фломастер все таким и бывает даже если она не любит когда вот по ней еще раз начинаешь то есть можно другими фломастерами как бы наслаивать их до их тем самым делать более ровный слой на рисунке ну чтобы не полосили но они так не сказать что прям очень сильно полосят но вот так кориоку не любит сама по себе еще раз повторно потом рисовать она конечно же куда денется будет писать но в некоторых моментах она начинает знать как такое что-то липкое получается вот видите не хочет развернули и понеслась дальше не любит если ее заставлять так делать бывает все в порядке а бывает видимо в силу того что вы ее заставили так делать эту кориоку и прям во первых некрасивый слой получается и все это дело липнет в общем я не знаю не совсем понимаю что что из чего кто разбирается напишите может кто-то правильно знаешь почему так и что так что в ней и я вот связи с этим всем их боялась реанимировать пару мне прям начали то ли заканчиваться или подсыхать я решила попробовать реанимировать у меня преимущественно голубой был черный умирал желтый тоже вот по настроению видимо хочу рисую хочу не рисую воображает и таким образом это видео пропустила девяточку и таким образом я как бы боялась их заправить заправляйте вот именно не знала чем начал на какой основной ну я так подозреваю что же судя по не запаха нет а все таки больше на водной основы но боялась их под заправлять но тут рискнула пару фломастеров заправила водичкой вы знаете неплохо 1 а все-таки пустой оказался пришлось выбрать потому что прям сам внутри вот это вот как она называется то я не знаю втулочка это в которой вот ну непосредственно да вот эта губка где краска краситель она прям аж биле побелела и когда водичку начала наливать налила полежал фломастера буквально там пару я не знаю миллиметров порисовал и смотрю даже сам наконечен вот этот вот пишущий узел побелел прям начал белеть на глазах ну то есть закончился фломастер уже смысла не было даже реанимировать так солнцем и желтым докрасим мне просто не совсем удобно я докрашу его может за кадром я так с вами чуть-чуть поболтаю в честь праздника раскрашиваю поболтаю может кому-то интересно будет вот так что да я тоже не исключение люблю масленицу падешь что все любят в семье блины мы жарим поэтому да блинчики всевозможные плюс я рассказывал не знаю к этому моменту как началась масленица вышло видео или нет про вот ленивые блины делала очень нравится на кефире минута буквально пару минут чтобы сделать само это тесто очень классно и быстро и такой завтрак получается так ну что у нас осталось шестерка у нее в этой собственно для короне сейчас посмотрим быстро где еще совсем большие детали за кадром наверное по раскрашу потому что приходится вертеть раскраску потому что почему потому что собственно греш немножко повернемся не такая уж она большая но тут целый разворот и конечно это вот наверное мечта каждого блогера независимо что блогер снимает но по большей части по крайней мере все что снимается именно вот в таком формате до мечта чтобы попасть в кадр хорошо попасть в кадр там ровно не всегда это получается поэтому да тут у нас видимо целое солнышко так что вот мы тоже будем кушать всю неделю блинчики всевозможные может быть если получится и интересно кому-то мы конечно поснимаем показы по покажем какие делаем блинчики ну хотя бы несколько до каких-то рецептов из чем блины тоже это здорово и вкусно ну и нравится все таки что это наша родное и праздник и блюдо и все на свете поэтому да это тоже не может никого не радовать ну и плюс с приятным бонусом к такому вот празднику шикарному вот такое вот замечательно еще видео про иллюстрацию раскрашенную да как бы бонусом такая вот иллюстрация красивая с масленицы с гуляниями масленичными поэтому да я сейчас уже наверное за кадром докрашу и покажу вам готовую работу продолжаю свой свое видео на тему масленица такой коротенький ролик тематическое раскрашивание на тему праздников ну и напоминаю кто не кто забыл я раскрашивала на праздник масленицы решила раскрасить одну такую небольшую работу мы с вами красили поэтому давайте покажу результат не совсем я им довольна но уж какой есть слушайте я вот тут забыла но я вот тут не знаю сижу по сути это четверка это черный цвет и вот когда черным все закрашиваешь ни границ ничего толком не видно я не знаю как нужно искать какой-то такой прям темно-серый наверное и обходить это дело но в целом вот такая получается иллюстрация с такими вот гуляниями масленичными целом я довольна мне нравится яркая сочная иллюстрация раскрашивала к здесь кариокой преимущественно но вот голубой я брала фломастеры так от центра по моему если не ошибаюсь пастель такие пастельные тона ну вот как-то не особо хорошо лег ну куда деваться мне нужен был прям голубой а он единственный где был такой знаете очень светлый голубой и я решила что можно им тут закрасить все все хорошо ничего не протекала нигде ничего не испортила в целом я довольна разворотом мне очень нравится яркий веселый действительно такое праздничное настроение вот такой вот получился у нас с вами масленичный разворот спасибо что посмотрели что были со мной пишите комментарии подписывайтесь кому понравилось ставьте лайки не забывайте что в масленицу принято кушать блины нельзя ссориться нельзя ругаться нельзя ни на кого злиться ну желательно до воздерживаться от этого всего побольше печь блинов чтобы был хороший год ну и не перебарщивать чтобы не засушить этот год вот так что дам всем счастья здоровья хорошего настроения масленичного ну и просто вдохновение всем пока пока